Невозможность попасть к врачу, отсутствие диагностического оборудования, износ компьютерной техники в школах и высокие тарифы на отопление. Проблемы, с которыми постоянно сталкиваются жители районов и городов, и которые в очередной раз прозвучали на встречах с представителями общественной палаты области. Зачем общественники вышли в народ? Можно ли жителей целого поселка вывести на консультацию в область? И какой общественный контроль ждет руководителей на местах? Поговорим об этом с членами региональной общественной палаты. У нас в студии председатель совета родителей Челябинской области Елена Сыркина и председатель президиума совета общественных палат Челябинской области Николай Дейненко. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, сразу, вот почему возникла идея вдруг выехать в область на территорию? Во-первых, это одна из целей общественной палаты – оказание методической и консультационной информационной поддержки общественных палатам, которые у нас сегодня созданы во всех муниципальных образованиях Челябинской области. Это впервые вы вообще выезжали, да? Ну, раньше были такие точечные, несистемные. То есть вот с Нового года мы подошли к этому вопросу системно. Вот третий месяц, раз в месяц мы выезжаем в муниципалитеты и проводим вот такое вот мероприятие под названием – это наш новый проект. Называется он День региональной общественной палаты Челябинской области в муниципальном образовании. Ну, я думаю, что еще одна функция дня региональной общественной палаты – это все-таки еще пообщаться с жителями, с активными гражданами, с общественными организациями, которые существуют в каждом муниципалитете, и услышать их мнение о том, что происходит у них в районе или в поселке, или в городе. Все проблемы – медицина, ЖКХ, там, отопление, да, экология – они все носят действительно системный характер, эти проблемы. Как общественная палата, как общественники вообще могут повлиять на решение этих проблем? Ну, давайте пример. Допустим, первое мероприятие у нас было в Южноуральске. У нас с утра начался прием граждан, и вот первые вопросы, первые проблемы, которые мы определили, что они есть, действительно, в муниципалитете существуют, это проблемы с оказанием услуг медицинской помощи в больницах. И в детской, и во взрослой. Вот, выяснили, что это, в принципе, для всей области системная проблема, не хватает узких специалистов, вот, не хватает диагностического оборудования. То есть, его не то, что не хватает, его, по сути, нет там. И люди вынуждены ездить в Челябинск, в областной центр для того, чтобы, ну, просто-напросто обследоваться. Вот, здесь мы нашли решение, руководители даже больниц не знали, что, оказывается, у нас есть программа фонда обязательного медицинского страхования, по которой они могут претендовать на покупку такого диагностического оборудования. Сейчас мы этот вопрос держим на контроле, в ближайшее время будет заседание комиссии, вот, ну, я надеюсь, что все-таки... С учетом ваших рекомендаций, да? Да, да. Мы этот вопрос здесь действительно держим на пульсе. Второй вопрос, ну, тоже касающийся, там, медицины, да, мы выезжали в Касли, в Каслинский муниципальный район, и тоже та же самая проблема, и та же самая проблема с узкими специалистами, та же самая проблема, что люди не могут, нету специалистов кардиолога, невролога, там, вот, ларинголога, там, вот, таких вот специалистов, то есть, их нет просто-напросто. Вот, и мы совместно здесь уже провели в Челябинске встречу с Министерством здравоохранения, провели договоренности есть с нашей областной клинической больницей номер 3, о том, чтобы запустить, ну, такой эксперимент, может быть, пилотный проект, да, под названием, там, дни, допустим, Каслинской, дни Каслинского муниципального района, там, в областной клинической больнице, то есть, ну, суть... Вот, Николай, я... Суть проекта в том, что, допустим, больница выдает нулевые талоны, муниципалитет выделяет транспорт, автобус, и привозит жителей Каслинского района суда окна в Челябинск для обследования. Ну, я сразу вот можно возражу от имени жителей города Челябинска. Это будет в ущерб жителям Челябинска или нет? Не выльется это в такую ситуацию, когда больница номер 3 будет закрываться периодически, значит, для Каслинского района, для Коркинского района, для Южноуральска, для МИАСа там или еще что-то. Вот, а что делать тогда жителям города Челябинска? То есть, я нисколько не умоляю, что эта проблема существует, но, может быть, все-таки локально решать эту проблему там, в Южноуральске, в Каслях непосредственно и в Коркино, а не вывозить целый район сюда? То есть, все-таки все равно это мировременно. То есть, невозможно, конечно, все челябинскими больницами и врачами челябинских больниц закрыть всю Челябинскую область. Конечно. Естественно, это кадровый вопрос, и я думаю, что это уже следующий шаг работы уже с Министерством здравоохранения по решению их кадровых вопросов. То есть, насколько они реализуют вот эти программы, которые существуют, тот же и земский доктор, да, и как они принимают молодых специалистов, насколько они им реально помогают. То есть, это взаимосвязано все с одним. Это экстренная помощь, я так думаю. Чем столкнулись вы, Елена Георгиевна, как вы оцениваете работу общественных палат, допустим, ну, в отношении там культуры и образования? Ну, у нас работа идет постоянно. Мы уже начинали вместе с региональными общественными палатами мониторинг учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Это детских домов наших. И эта работа продолжается, ну, как пример я привела, да, и в рамках уже дней региональной общественной палаты. То есть, мы работали с экспертами, потом мы сами выезжали, смотрели детские дома, и вот сейчас мы едем повторно с контролем для того, чтобы посмотреть, насколько изменилась ситуация в тех же детских домах, да. И, опять же, берем с собой экспертов общественной палаты местной для того, чтобы они уже погружались в эту проблематику, чтобы они могли самостоятельно, используя определенный инструментарий мониторинговый, уже посещать эти учреждения и быть полезными у себя в районе. Также отмечаем проблемы, существуют, но это, опять же, системная проблема, когда идет оптимизация учреждений культуры, вот, и страдают, в первую очередь, опять же, молодые кадры. Вот это, конечно, проблема, и мы здесь, ну, в меньшей степени можем повлиять на ситуацию, можем только контролировать ее для того, чтобы даже те люди, которые попадают у нас под сокращение, они все-таки оставались в районе и находили место работы. Вот хватает ли сегодня полномочий общественникам, чтобы как-то все-таки влиять на ситуацию на местах и помогать общественникам местным? Ну, у нас нет каких-то властных, да, правовых полномочий. Мы все-таки площадка, именно общественная палата, это площадка для выстраивания именно диалога, ну, что касается и граждан, да, в принципе, это площадка и для власти. Вот. Нам в свое время законодатель дал, как говорится, удочку, да, вот, и мы сегодня пытаемся наших коллег все-таки научить пользоваться этой удочкой, ну, вот. Поэтому получается, получается совместными усилиями, совместной, я говорю, еще раз повторюсь, с органами местной власти, местным самоуправлением, садимся за стол переговоров, говорю, и начинаем все-таки несколько путей к решению, бывает в каждой проблеме. Ну, нужно сказать, что все-таки общественные палаты это институт гражданского общества. И чем активнее они будут на местах, чем более квалифицированные будут, обученные, деятельные, тем все-таки это лучше будет для развития общества в целом, да, и поэтому еще одна вот задача, это все-таки экспертная деятельность. Вот здесь мы можем оказывать влияние, когда экспертируются законопроекты. А такая работа идет, она хоть и не публичная и не сильно видна, но она существует, постоянно поступают законопроекты, которые члены комиссии, они экспертируют. Плюс вот недавно мы достаточно широко обсуждали все-таки изменения санпинов новых, и вот общественная палата приглашала экспертов из разных сообществ и проводили ряд круглых столов для того, чтобы понять, насколько санпины соответствуют чайними требованиям тех же родителей, например. Вот, кстати, сейчас очень много появляется различных общественных структур. Как сделать так, чтобы они не мешали друг другу? И насколько вообще они необходимы? То есть вот есть общественные советы, есть общественные палаты, есть общественные движения. Конкуренция, конечно, допустим, среди некоммерческих организаций существует, но тем не менее, чем больше у нас вот таких вот общественных структур, тем все-таки больше возможности донести позицию граждан до органов исполнительной власти, законодательной власти и тех же самых других общественных организаций. Вот, поэтому здесь, мне кажется, и советы, и общественные палаты, хоть они и структурно немножко разные, но по функциям и по целям они примерно одинаковые. Действительно, при каждом сейчас министерстве управления, да, существуют общественные советы, и они в большей степени собирают вот профильных экспертов, да, которые разбираются, да, там, в социальной политике, в культурной политике или в образовании, вот. Но никак не пересекаются с офисами. Они, да, мы, наоборот, можем дружить, как говорится, домами. Общественных организаций, действительно, у нас в Челябинской области, их несколько, там, порядка трех тысяч зарегистрировано, но по-настоящему те, кто работает, да, те, кто живые, как говорится по-русски, их очень мало. Вот, и самих людей, которые занимаются сегодня общественной деятельностью, нужно понимать, что и члены общественной палаты сегодня, и те же члены общественных советов, которые у нас созданы при органах исполнительной власти, вот, они все работают на общественных началах. То есть сейчас, после таких выездных заседаний общественных палат, вы какие-то рекомендации местным общественникам даете? Конечно, у нас после каждого нашего выездного мероприятия готовится резолюция, то есть у нас по каждой профильной комиссии, у нас в общественной палате их создано восемь, каждая профильная комиссия принимает участие в выездном мероприятии. По итогам нашего мероприятия даются предложения на уровень и местной власти, местного самоуправления, и на уровень общественной палаты местной. Вот, и здесь же мы даем предложения, рекомендации нашим министерствам областным. То есть готовится резолюция, и по итогам этой резолюции уже там, если это, допустим, органы местного самоуправления, они в течение определенного срока пишут нам ответ, что вот по такому-то пункту исполнено, по такому-то пункту принято меры, по такому-то пункту, как у нас обычно любят там деньги, то есть ожидают там финансирования. То есть здесь, если, допустим, проблемы системные, но это не решается на уровне региональной власти, то, конечно, если это упирается в какие-то законопроекты, то, конечно, здесь у нас мы работаем очень активно, да, у нас есть и депутаты Государственной Думы, у нас есть сенаторы, которые включаются активно, да, в качестве экспертов в работу общественной палаты, и мы можем выходить с предложениями к ним по изменению того или иного. Федеральная общественная палата, очень тесно работаем с Федеральной общественной палатой, да. Но вообще, если честно, и главы-то об этом знают у нас, обо всех наших выездных мероприятиях, наш председатель общественной палаты докладывает еженедельно на аппаратном заседании у губернатора Челевинской области. Но это вопрос так влияет, да? Да, да, но это как раз влияние. Да, механизм влияния на ситуацию. Если вопрос не решается на местном уровне, если мы не можем, значит, уже это идет на уровень губернатора. То есть на другом уровне это принимается решение. Спасибо за ваши ответы. Елена Сыркина, председатель Совета родителей Челябинской области, и Николай Дейнека, председатель Президиума Совета общественных палат Челябинской области, мы говорили о том, как объединение общественников поможет эффективно решать вопросы на местах. С вами была Марина Кленова и программа «Есть вопросы». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова